От выклада была недавно, совсем показывала этот рисунок. Сейчас я хочу показать вам, что это легко и просто, потому что я так же самое срисовала, грубо говоря, по урокам в ютубе. И вам сейчас объясню, что это проще некуда, это, наверное, самый легкий уровень. И после этого вы захотите, если повторить, у вас обязательно получится. Причем у всех это будет каждый свой рисунок по-разному смотреться, но я думаю, что вы останетесь довольными. Для начала подготавливаем лист А4 хлопковой бумаги, хлопковая для акварели. В магазине, в любом концтоварах вам обязательно подскажут. Для начала я решила сделать то, чего я не делала вчера. Наметить вот этот вот силуэт города. Теперь, когда наш эскиз будущих небоскребов готов, видите, каждый рисунок он неповторимый, то есть я немножко уже другую форму здесь использовала у зданий, мы начинаем приступать к акварелям. Для этого нам нужна баночка, естественно, для смачивания краски и кистей. Акварельные краски. Мне кажется, любые подойдут. У меня просто вот невская палитра. 16 цветов. Разные, маленькие, большие. Вот так вот они продавались. 5 штучек было. Берем, смачиваем лист бумаги вот такими горизонтальными движениями. Добиваемся того, чтобы бумага максимально... Ну, как говорится, не то, чтобы сильно разбухла, но чтобы она немножечко не сухая была, чтобы наш развод, градиент лучше схватывался. Не обязательно промазывать весь лист, потому что все равно, пока вы будете рисовать верхнюю часть облаков до заката, нижнюю вам все равно потом придется домачивать, потому что она очень быстро впитывает. Не нужно сильно заливать водой. Дайте даже чуть-чуть времени, чтобы водичка впиталась, потому что она сильно влажной, может слишком-слишком светлый цвет быть. Вот где-то до сюда мы с вами доведем, чтобы не забываем про уголки, они самые у нас. Как бы меньше всего сюда влага попадает. И начинаем магию, как я это называю. На самом деле ничего здесь магического нет. Здесь два оттенка синих. Один более такой синий-фиолетовый, вот он он цвет, и другой более уже голубой, прям с холодным подтоном. Давайте вот этот возьмем. Сейчас мы его сюда немножко. И начинаем. Ой, сейчас будет ювелирная работа, как я говорю. На самом деле ничего ювелирного нет. Просто растягивать облака. Добирайте, не бойтесь краски. Все равно ее надо будет размазывать. Видите, за счет того, что бумага влажная, у нее концы края подворачиваются. Но это ничего страшного. То есть вы максимально растягиваете, насколько можете. Цвет, и он сам будет, как видите, сейчас расплываться. Если сильно перемочите воду, то бумага начнет капризничать, прикоживаться. Добавляйте при надобности цвет в верхние границы. И вот таким движением просто их растягиваете вниз. Старайтесь не забывать про края, потому что если будет цвет только в центре, то видно будет, что по краям у вас пустота. Либо конечный рисунок вы можете по краям, по рамкам потом просто обрезать, если даже где-то у вас тут плешиво будет. Так, смотрите, дальше. Пока еще бумага не совсем, как говорится, у нас впиталась. Да, мы еще добавляем уже просто водичку, уже без подтона, да, опять вот сюда. Потому что, видите, оно сохнет. И добавляем постепенно вот этот цвет. Можно вот прям вот таким вот форматом вот сюда. Как видите, да, вот этот голубой лазурный, да, он более пигментированный, что ли. Тот менее пигментированный. Это более такой вот яркий вариант. Для волны морской подходит. Очень красивый цвет. Мне нравится, как он гадиент. Чтобы, как говорится, не было вот это светлее, а темнее, просто добавляем опять первого цвета и уже кверху растягиваем, чтобы у вас переходы, как говорится, смягчались. Вот таким вот образом добавляем голубой цвет. Не бойтесь, акваэль высыхает. Она уже будет не таким ярким, поэтому смело можете добавлять и другие. Оттенки делать ярче. Я не хочу делать суперяркий закат, потому что все-таки можно переборщить и будет неестественно. Закончили мы с голубым. Обязательно промывайте кисть, потому что от этого зависит будущее ваш рисунок. И добавляем опять просто влажной кистью, просто воду на вот эту часть рисунка. То есть там, где у вас еще сухо. Мы же договорились, что мы не весь сразу смачиваем. Просто вот такими вот движениями по бокам не забываем. Видите, если она как шелест дает, значит, она здесь сухая. Ну все, мы залили водичку. Давайте где-то вот до конца, зазовится, ландшафт домов. И теперь у нас идет по плану желтый цвет. Желтых у нас тоже два оттенка. Один холодный, другой теплый. Мы берем сначала холодный. Видите, тут у меня было много чего намешанного. Не забываю промакивать, чтобы сначала его сделать более чистым. И очень-очень слабо, легким движением вот такую линию делаем. А дальше моем кисть, потому что желтый здесь пигментированнее, чем голубой и синий. Мы растягиваем сначала наверх чуть-чуть, затем чуть-чуть вниз. Почему чуть-чуть? Потому что мы будем потихоньку добавлять. Видите, он такой лаймово-желтого такого цвета. Добавляем теперь теплый тон. Теплый тон больше для закатов подходит, чем холодный. Но граниент хочет это делать красивым, поэтому изначально вот добавляем холодный. И вот видите, насколько он теплее, чем предыдущий. Не стесняйтесь, желтого цвета можно больше сделать, чем к низу, чем больше яркости должно быть, потому что закат это очень красивое время суток. Видите, у нас потихонечку вверху уже, как говорится, схватывает. Но чтобы сделать менее заметными, чуть-чуть, только надо очень-очень хорошо промыть баночку, добавляем вот такими вот движениями, чтобы был, если нужно, где-то лучше промокнуть кисточку и уже сухой счищать, чтобы линии были действительно как бы плавно переходящими друг в друга. Можно добавить, если не устраивает, еще голубого чуть-чуть, но он, видите, слишком яркий, поэтому его лучше растягивать вверх, потом добавлять. Видите, вот всегда можно в акварели добавить цвета какие-то, поярче их делать, понасыщеннее, чтобы только был хороший контраст переходов. Потому что если желтый будет ярче, синего намного, то вы не заметите именно мощь природы, глубину голубого цвета. И у нас вот заметили светлая прослойка между желтым и голубым, и это здорово на самом деле, потому что, я думаю, вы сами знаете, что идеально прям вот из одного цвета в другой облака и так такого цвета не существует. Добавляем другого уже оттенка, синего, и вот потихонечку его в голубой переводим вот такими вот движениями. И все, и мы забываем про облака, пусть теперь они сохнут, забывайте края прокрашивать. Все, они теперь должны сохнуть, иначе будет перебор. Все, 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 мы здесь заканчиваем. У нас здесь подсыхает желтый, и нам нужно сменить водичку, потому что мы уже три цвета намешали, обязательно надо сменить, потому что будет потом грязь. Теперь у нас следующий этап. Опять немножечко смачиваем, потому что успела все-таки наша бумага впитать предыдущий слой вот таким движением, как бы растягивая от желтого к низу, потому что растяжка цвета будет то, что нам нужно. Единственное, видите, вода, когда ее слишком много, она начинает вести бумагу, поэтому может быть даже где-то лучше и подождать, пока впитает. Но нам надо для красивых переходов все-таки, чтобы она была влажная. Итак, мы набираем следующий цвет. За желтым, конечно, у нас по спектру оранжевый. Оранжевый тут один, не запутайтесь, по крайней мере. Излишки скидываем, и начинаем вот такими легкими движениями просто делать растяжку вниз. То есть, чтобы сделать равномерные переходы, мы ее просто растягиваем, при этом добавляя пигмент все ниже и ниже. Старайтесь, чтобы у вас слишком явных оранжевых пятен не было. Для этого в воду споласкивайте кисточку, и вот здесь вот просто слегка разбавляем водой. То самое главное не переливать рисунок, иначе он у вас превратится уже в мягкую бумагу, а это для заката не будет хорошо. То есть, видите, у нас он практически прозрачный. Не бойтесь, добавляйте оттенок, потому что оранжевый, красный и желтый цвета должны быть яркими на рисунке. Просто мы в воду добавляем, чтобы сделать переход красивый от одного цвета к другому. То есть, мы должны сделать плавными только переходы, все остальное у нас, не забывайте, должно быть такое яркое-яркое, потому что акварель имеет свойство высыхая становиться бледнее. Опять промакиваем, видим, что у нас тут неровный переход. И вот чуть-чуть его ровняем. Все, да? Сделали переход. Видите, у нас тут уже подсохло и выглядит как будто карандашный рисунок. Далее мы берем красный. Красный у нас есть карминовый, это розовый, и есть обычный. Мы берем обычный из теплого спектра. Так, здесь мы сделали одну маленькую ошибку, не смочили. Но, в принципе, в процессе цвета можем это исправить. Просто добавляем водичку. Обильно смачиваем, потому что сейчас будет много переходов от одного цвета красного к другому и наоборот. Так, карминовую полосочку мы сделали, теперь нам надо такой хороший, насыщенный красный. Видите? И вот потихонечку делаем растяжку, переходя в карминовый. И карминовый дотягиваем вниз. Тут, видите, плохо смочила. Можно это сделать посредством слабого количества краски и добавления водички. Не бойтесь, что у вас внизу будут белые пятна, это нормально, потому что края бумаги, как правило, на них краска воскоживается. Видите, у нас здесь опять получилось пятно. И опять введем. Помним, да, что вот эти жесткие границы можно вот таким вот образом просто мокрой кисточкой исправлять. Внизу у нас карминовый, то есть розово-красный. Чуть повыше у нас просто красный. Но у нас уже по рисунку, я думаю, вы видите, можно промокнуть. Забрала губку обычно, чтобы лишнюю водичку убрать, кисточки как бы промокнуть, потому что здесь есть прям места, где прямо она в эти ложбинки попадает, ее слишком много. Видите? То есть таким образом можно избыток воды все-таки собирать. То есть видите, у нас самый желтый, то есть самый яркий это желтый и оранжевый. То, что у нас будет как раз таки видно на фоне этих зданий. Но красный тоже должен быть достаточно яркий, потому что он будет потом виден в переходе. Карминовый, к сожалению, он просто уже для нашего успокоения, это как градиент на будущее. То есть видите, уже вырисовывается. и теперь просто мы аккуратно границы растушевываем и даем как следует нашему рисунку высохнуть, потому что если он высохнет плохо, мы потом не сможем нарисовать красивое здание. Добавляйте оранжевый, если где-то что-то видно, что выбеливается, прям спокойно оранжево-красный, смешивайте их и при высыхании у вас будет достаточно красивый переход. Красным старайтесь вниз, оранжевым можно вверх. Мы самое главное наметили места переходов, добавляем насыщенности нашему оранжевому, чтобы впоследствии еще добавить опять-таки желтый. Ведь у нас все ярче и ярче получается закат, а при высыхании это поет просто песня. Мы делаем такую вот растяжку нашего горизонта. Конечно, идеальных таких горизонтальных полос, наверное, нету в природе, когда закат, но у нас будет, потому что мы так захотели с вами. Так, вот здесь еще чуть-чуть. Когда вода слишком мокрая, бумага слишком мокрая, немножечко пятнами ложится оттенок, но это не проблема. Не бойтесь, если у вас на желтом появятся какие-то оранжевые разводы, наоборот, это придаст более глубину заката, да, можно даже отсюда собирать какие-то полосочки и делать закат более праздничным. И так же с красным, то есть вы можете красный в оранжевый добавлять, и вот как-то вот так вот только промакивать не забывайте, потому что когда слишком мокрое, будет потом очень долго сохнуть, посушить можно феном, вполне почему бы нет. Низ особо, смотрите, можно, конечно, сделать карминовым вот этим вот цветом, но, во-первых, у вас не будет он виден за счет того, что у вас дома. На том рисунке видно, потому что я сделала меньше красного, больше карминового, ну, вот из-за этого получилось как бы больше градиентов, но мы просто так докрасим, чтобы понимать, что у нас тут разные цвета смешаны, просто знаем, что у нас тут вот карминовый. На самом деле черной краски потом будет абсолютно все равно, какой у вас цвет, самое главное, чтобы дать просохнуть, потому что мы каркас, видите, наметили, но при мокрой бумаге конечно вы не сможете потом ничего с этим сделать, надо максимально просушить, чем мы с вами сейчас и займемся, то есть все просушиваем наш рисунок, вот такие вот переходы и ждем, подождите, у нас здесь ты что, ой, так, сейчас появятся облака незапланированные, что это у нас будут фиолетовые облачки, кусочек бумаги, видите, так, можно еще, видите, вот уже без краски, да, влажную кисточку, но не сильно мокрую, можно ей вот такие вот легкие разводы делать на небе, для того, чтобы, тут можно чуть больше водички, чтобы переход не забывали мы, видите, у него, у облака, у облаков появляются немножко вот такие вот разводы, то есть, в принципе, сильно белые, не оставляйте места, желательно как-то растяжкой пользоваться, чтобы все-таки между голубым и желтым какой-то переход добыл, вот таким вот движением, ну что, теперь точно сохнем, возьмем самую маленькую, тоненькую кисть, которая была, чуть-чуть намочим водичку, давайте сначала начнем с акварели, потому что, ну я вчера гуашу, по крайней мере, красила, мы наберем достаточное количество, краска достаточно сухая, потому что фен на нее тоже попал случайненько, поэтому нам нужно добиться, чтобы она, кисточка полностью припиталась краской, что нам нужно, нам нужно, соответственно, прокрасить все вот это вот черным цветом наши дома, так, смотрим акварель, беру специально подальше от контура, то есть, мы мажем, 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 просто чтобы вы понимали, что вам будет легче и быстрее, видите, все, сухая краска, да, неудобно, то есть, вы чуть-чуть покрасили, а дальше такой кисточкой неудобно, маленькой кисточкой лучше покрашивать вот каркас, да, силуэт здания, чтобы потом было проще глубину уже большой кисточкой закрашивать, в этот раз я начертила, потому что в прошлый раз у меня получилось так, что здания падали, в общем, это была акварель, как видим, вода уже стала достаточно темного цвета и набираем гуашь, кому как нравится, я вчера, например, раскрашила гуашью, то же самое, но вы видите разницу гуаши, да, и акварели, то есть, кисточка успевает прокрасить больше мест именно краской и посмотрите разницу, этот более какой-то высыхает, светлеет, это более темное, поэтому смотрите сами акварелью закрашивать здание или гуашью, но я буду гуашью, ну вот теперь я заполню все пространства и потом вновь покажу, и так, вот так вот у нас просох уже рисунок, смотрите, как будто я наклеила черным сверху, на самом деле это все вручную гуашью, в акварели такой плотности не будет, поэтому лучше всего, мне кажется, все-таки использовать гуашь, она, во-первых, быстрее сохнет, во-вторых, она плотнее ложится и, в-третьих, все равно она дает большую плотность, ну а теперь самое интересное, приступаем к окошкам, можно использовать как бы белую гуашь, я буду использовать желтую, потому что, ну, у меня белой нету, а во-вторых, потому что, мне кажется, желтый свет в окнах более естественный, чем белый, и потихонечку начинаем прорисовывать окошки, слушайте, ну, прям такой идеальности добиваться не нужно, потому что есть искажения, преломления, где-то можно рисовать, где ярче, где-то менее ярким, ну, то есть так, чтобы у вас было ощущение, что это действительно окна, то есть верхние можно хорошо прорабатывать части зданий, чем ближе к низу, тем можно уже хаотичнее, главное не делать их сильно разными, то есть давайте я вам сейчас еще на втором покажу, почему, например, гуашь, мне нравится, потому что можно плотнее набрать краску, но при этом на таком вот хорошем фоне и акварель должна хорошо ложиться, если вот очень густо набрать краску, просто жалко акварели ножи, ну, такой материал у него слишком он ненасыщенный, чтобы работать с водой, поэтому, наверное, гуашь меньше жалко будет, вот, иначе акварель придется очень много набирать и вот такими поступательными движениями. Я вам в конце сейчас покажу, какой у меня в итоге рисунок получился, потому что до самого низа нам не обязательно это делать. Ну что, теперь наш рисунок точно готов. Пишите, какой вам понравился больше. Мне, если честно, правда понравился этот, но с другой стороны этот я рисовала впервые, ничего не чувствуя, не зная, этот я уже рисовала более осознанно. Кстати, тоже есть мелкая россыпь, смотрите. Здесь я, по-моему, переборщила с россыпью, то есть, ну, напишите, какой вам вариант понравился и обязательно повторите, если у вас есть дома акварель и гуашь, будет супер, развлечение на самоизоляции.